Тренер, во-первых, с победой. Но сегодня, несмотря на счет, счет вроде бы такой и солидный. 2-0, два мяча. Но все-таки игра не была простая. Нет, абсолютно. Мы знали это, мы к этому готовились, потому что Калманский Жальгерис – это одна из тех команд, которая дисциплинированно подходит к играм, которые имеют свой рисунок игры. Это очень важно, очень важно. Они сегодня тоже пытались и создавали где-то, ну, может быть, сильно больших, острых моментов таких мы не испытывали, но давление мы всегда ощущали от первой до последней минуты. Поэтому, ну, тем, может быть, и радужнее победа, что победили, что сумели обыграть. А так, я скажу, что довольно-таки хорошая игра, без грубостей, без, может быть, таких слишком, ну, в игре все бывает, все случается. Ну, так скажем, что хорошая игра. Во вторник играли 120 минут. Это чувствовалось на действиях вашей команды сегодня? Ну, может быть, где-то оно и проскальзывало. Проскальзывало, но не могу сказать, чтобы оно было общим, общим. То есть, все равно есть запас прочности, как уже говорили, то, что провели сборы, и Лига Европы есть. Ну, у нас дальше идут игры, и очень плотный график наш, поэтому здесь нужна, конечно, ротация. Есть у нас кого выпускать на поле, есть, будем думать по следующим играм уже, как нам лучше, лучше представлять Судову, так скажем. Ну, а так, всех болельщиков Судовы с победой, всем спасибо, что болели, переживали за нас и поддерживали нас. Конечно, следили за тем, как закончилась первая игра, Жальгерис сыграл в ничью, но в какой-то момент это внесло что-то в настроение вашей команды сегодня перед игрой или нет? Если честно, даже не знал. Только после игры узнал, что сыграли один в один. Ну, ясно. Михрет Топчагич, два гола, оба с 11 метров, это штатный пенальтист ваш? Ну, есть кому еще бить пенальти. Ну, отдаем предпочтение уверенному игроку, который действительно берет, потому что он берет на себя очень большую ответственность. Очень большую ответственность. Пенальти заработаны всей командой, пробивает один, и здесь права на ошибку не имеет. В конце вы его заменили, он получил желтую карточку из-за желтой карточки, или уже планировали его заменить? Планировали заменить, но тут и как раз и произошло, вот это там, как игроки говорят, да, игроки говорят, но всплеск эмоций, который не нужен совершенно был. Ну, так произошло, а так планированная уже была замена. И Паулис Голубецкас отдал несколько таких острых ключевых передач. Уже вы привыкли, наверное, к этому? Ну, Паулис большую роль играет, честно говоря, очень большую роль играет, как и все другие. Никогда я не делил, и не буду делить команду на полезных, не полезных. Все работали, все старались, у кого-то больше получалось, у кого-то меньше получалось, но у всех был запал на то, чтобы победить, чтобы выиграть и помочь своему партнеру. И мы видели, что и Паулис работал в обороне, и игроки обороны работали в линии атаки. То есть здесь есть взаимозаменяемость, главное, чтобы она была пропорциональная и своевременная. Хорошее настроение, едете домой, следующая игра в Паневожисе уже в середине недели. Чего ждете от этой игры? Ну, как и от других, потому что простых игр вообще не бывает. Ну, нет простых игр, хотя мы говорим, что там кто-то набрал столько очков, кто-то столько. Ну, все стараются, все прикладывают максимальное количество сил, тем более конец чемпионата здесь. Каждая команда хочет подчеркнуть то, что они действительно сильные, они хороши, они действительно команда, слаженные и прочее. Поэтому напряженка будет, мне кажется, до последнего матча. Спасибо.